Совсем недавно на улице Школьной вдоль проезжей части появились новые асфальтовые дорожки. Но теперь здесь снова слышны звуки работы строительной техники. Причина тому – жалобы жителей, которые обратились в нашу программу. Жителям дома 12А проведенное благоустройство сильно осложнило жизнь. Из-за того, что проулок, ведущий к дому, давно не асфальтировался, он оказался немного ниже основной улицы. Образовался такой перепад высоты, что пожилые и маломобильные жители дома не могут преодолеть подъем. А маленькие дети и вовсе разбивают носы и коленки. Частично заасфальтированным оказался и канализационный люк. Дети, которые сюда, внуки приходят, приезжают, здесь падают, носы разбивают, потому что это пригоры, вот эти вот все комки. А все дело в том, что в программу благоустройства вошла только улица Школьная. А вот за ремонт в проулках компания Дорсервис, проводившая работы, отвечать не может. Тем не менее, руководство организации нашло возможность пойти навстречу жителям. Тем более, что один из них – инвалид-колясочник. Выявилась такая проблема, что действительно в связи с проведенными работами появился перепад высот. Понимаем, что колясочнику просто самостоятельно этот естественный барьер уже преодолеть невозможно. Включились, подключились, сделали здесь удлинение спуска. Сейчас, видите, ведутся работы по подъему высоты люка, чтобы он был ровно. Итак, одной проблемой стало меньше, но во время сильных дождей возникает еще одна. Местная жительница Татьяна Зубкова показывает видеокадры, которые сняла она и ее муж на телефоны. Вода заливает всю прилегающую территорию и пройти здесь совершенно невозможно. Вот сплошняком идет вода, то есть это, с одной стороны, тут несколько видео. Вот видите, что колорит, мы не можем на работу выйти. Чтобы разобраться с этой напастью, требуется проведение весьма дорогостоящих мероприятий по прокладке ливневой канализации. Кроме того, этот процесс не быстрый, но и здесь руководитель компании Дорсервис совместно с местными жителями нашел решение проблемы. Место действительно является низиной, сюда собираются стоки с вышестоящих мест, и никак, кроме укладки новой ливневой канализации, этот вопрос не решается. Но мы сейчас пообщались с жителями, они подсказали, что было решение, сделаем занижение газонов, вода будет уходить на газоны. Надеюсь, что в ближайшей перспективе хотя бы эта проблема снимется. А значит, у этой истории будет еще одно продолжение. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова